всем привет сегодня катаемся на skoda superb это поколение автомобиля продаются уже два года у нас на рынке но есть и новенькая это нынешняя его цена ну сами понимаете всякими акционными специальными предложениями надо еще успеть воспользоваться в комплектации active с механической трансмиссией этот автомобиль бизнес-класса стоит почти столько же сколько и обычный компактный хэтчбэк меньше 20 тысяч евро ну а наш лаурин клеммон премиальный стоит конечно же в два раза дороже дизайн супер до сих пор не приелся эти граненые формы четкие линии смотрятся стелляжно дневные ходовые огни светодиодные фары биксеноновые к тому же они умеют переключать свет с ближнего на дальний и наоборот при появлении встречного автомобиля а там типа хрусталь это сложная оптика имеет большую схожесть с этим хрупким материалом задние фонари светодиодные а если присмотреться повнимательней то внутри можно увидеть ту же имитацию богемского хрусталя что и в передних фарах дорожный просвет 164 миллиметра сами понимаете что для городских потребностей этого достаточно на первый взгляд седан но стоит открыть заднюю дверь и сразу понимаешь лифтбэк наверное самый большой из до несуществующих объем багажника 625 литров он богато укомплектован сетками крючками для поклажи уголками для крепления чемоданов а один из светильников можно сделать мобильник в таком огромном багажнике если какая-нибудь мелочь завалится надо влезть в него чтобы ее достать ну вот эти вот сеточки крючочки не зря сделаны в качестве опции доступно сцепное устройство которое открывается ручка из багажника так вот skoda super способна буксировать прицеп без тормозов массой 750 килограмм а если у прицепа есть тормоза то 2 тонны пожалуйста садитесь татьяна так бы я сидела на этих светлых диванах вытянувши ноги если бы у меня был водитель и было бы мне здесь просто сказочно здесь не то что сидеть здесь ходить можно простор на втором ряду сидений это тот показатель по которому супер превосходит всех своих конкурентов по бизнес-классу и это наверное то за что его любят его нынешние владельцы водителя у меня пока нет есть только оператор поэтому поехали красивый кататься опускаясь на землю и пошла за руль под капотом у нас двухлитровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском его мощность 220 лошадиных сил а крутящий момент 350 ньютона метров но впечатляет даже не сама цифра 350 а то что весь этот крутящий момент снимается с длинной полки от полутора до почти четырех с половиной тысяч оборотов мотор подхватывает буквально с холостых а если не стесняться нажимать на газ то прям чувствуется как тело прижимает к сиденью мне такое нравится заявленный разгон 7 секунд до сотни работает наш 220 сильный двигатель в паре шестиступенчатой dsg а вот у 180 сильного двигателя в партнерстве 7 ступенчатая dsg переключение передач происходит вообще незаметно при этом в салоне очень тихо с технической стороны супер просто создан для динамичной езды так что приходится подливать бензинчик несмотря на то что система старт-стоп аккуратно выключала двигатель на каждом светофоре результатом постоянных разгон и выторможений стали почти 10 литров на 100 километров подвеска классная энергоемкая вот оптимальный баланс между комфортом и управляемостью в этом лайнере кажутся и дороги у нас не такие плохие система dsg перестраивает амортизаторы в зависимости от качества дорожного покрытия и стиля вашего вождения имеет три основных режима нормал комфорт и спорт еще где-то за 5000 долларов можно докупить полный привод только вот нужно ли он вам думаете машины и без того на асфальте ведет себя очень хорошо а вы вряд ли будете использовать ее для поездок на природу действительно супер послушно реагирует на повороты руля его поведение такое понятное что хочется на нем как-то активничать постоянно несмотря на статус машины вот здесь за зеркалом прячется камера она контролирует дорожную разметку не дает автомобилю выехать из предназначенной ему полосы круиз-контроль конечно же адаптивный то есть он выдерживает не только заданную скорость но еще и заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля еще в автомобиле есть система аварийного торможения перед препятствиями которая работает в режиме городских скоростей кстати параллельная парковка возможно даже тогда когда свободное пространство превышает размер автомобиля всего на 60 сантиметров за рулем чувствуешь себя отлично диапазон регулировок большой обзор хороший полностью видишь длиннющий капот боковые зеркала маленькие и изящные тем не менее обзора через них вполне достаточно сейчас довольно прохладно поэтому могу сказать что огромный салон супер быстро прогревается кстати в качестве опции можно заказать электро обогрев ветрового стекла и так на улице минус полтора градуса по цельсию спасибо за точность машина покрыта корочка льда включая стекла и вот у нас уже лед течет это прошло примерно минут 7 в принципе нормально размороженное лобовое климат-контроль может быть как двух так и трехзональным управлением удобная классическая точно такая же классическая приборная панель перед водителем информационно-развлекательная система носит гордое название болеро ее 6 с половиной дюймовый тачскрин дисплей матовый и поэтому практически не пачкается при прикосновениях картинка качественная суперп есть система skoda media command надо в свой гаджет установить приложение skoda и тогда мультимедиа можно управлять даже с заднего ряда не только кожа но и все остальные отделочные материалы в салоне очень качественные и достойны действительно премиального уровня с точки зрения перевозки багажа все продумано не только в багажнике но и в салоне громадные передние карманы в которой влазит даже полутора литровая бутылка воды большой бардачок и jumbo бокс под центральным подлокотник кстати и первое и второе охлаждаемые ну как же это удобно когда все под рукой выходишь из автомобиля всегда сухой прикольных и удобных фишек в суперп достаточно но главная фишка это нынешняя цена вы знаете мы просто хотели вам об этом сообщить чтобы вы не прозевали этот момент если хотите его купить а вообще подписывайтесь на наш канал и вы будете знать обо всех выгодных предложениях украинского рынка все пока увидимся в следующем сюжете а а